здравствуйте мои дорогие зрители с вами школа рукоделия и я вика сегодня буду разбирать вот этот узор буду вот хотела приблизить не очень получилось значит разбираем вот этот узорчик буду вязать этот свитерок кстати целый пока разбираются с узором поэтому видео показывает как вязать именно вот этот узор для этого свиты ручка ну а свитер потом решим вместе с вами хотите хотите вы его или не хотите это уже решать вам для начала разбираемся с узором а потом решаем хотим мы свитер или нет так вот один рапорт я провязала она делала ошибок поэтому следующий рапорт я почему оставила потому что вот видите как начинала надо провязывать немного английской резинкой потом узор он бы восстановится тут получается угол то есть начинаем мы с того что вяжем вот эти петли это произвольно у меня здесь по 15 петель тут вы можете если будете пробовать то набрать и по 5 петель и по 10 как хотите самое важное вот этот центр центр у нас 2 центр у нас 41 петля обязательно нечетная потому что чтобы начинала с лицевой и заканчивалась лицевой плюс по центру была одна лицевая видите не изнаночная а лицевая именно здесь должна быть так что средних у нас 41 петля по краям не буду говорить 20 рядов я провязала английская резинкой вот ее видно 20 рядов провязана английской резинкой маркеры я оставила сейчас я маркером обозначу вот эту двадцать первую петлю чтобы я не считала 20 петель и будем разделять из рисунок наш на узор вот принципе 20 рядов пока вяжем ровно далее идет сам вот этот ромб кстати вижу деревянными спицами должна сказать что уже пару дней я ими вижу обзор еще не сняла вам и мне очень нравится вот сразу непривычно но потом очень удобно то те которые заказала с алиэкспресс так основная гладь у нас тут изнаночная гладь в лицевом ряду изнаночные петли изнаночном ряду лицевые петли вот здесь мы продолжаем вязать по узору лицевую с накидом провязываем изнаночную с накидом снимаем но я думаю английская резинка всем знакома теперь вот вы мы видим нашу изнаночную вернее центральную петлю и и мы провязываем теперь лицевой но она и так у нас по факту лицевая изнаночном ряду мы не будем ее снимать с накидом а про вяжем изнаночным изнаночной петлей вот смотрите я уже провязала довязала до конца лицевой изнаночной вот здесь вот видно что тут лицевая снята с накидом а здесь просто провязана и теперь будем вывязывать наш узор так вот эту центральную петлю мы меняем местами вот видите тут у нас изнаночная мы ее должны были снять с накидом но мы ее будем убавлять меняем местами лицевая поверх изнаночной вернее 2 поверх 1 и провязываем 2 вместе вот я забыла видите здесь я хочу буду вязать с маркерами потому что не видно поэтому я их настолько не люблю но тем не менее тут мне придется вязать с маркером значит вот эти две вместе и теперь вот эту изнаночную мы провязываем лицевой вот это и будет уже наш как бы этот ромб который у нас будет расходится он у нас будет лицевой гладью одеваем маркер дальше вяжем по узору как лежат петли изнаночную снимаем лицевую с накидом провязываем смотрите довязала я лицевой до конца начала вязать изнаночный узор этот мы вяжем и в лицевом и изнаночном ряду так что вот так вот девчонки вижу по узору одну петлю не довязываю вот тут вот мне придется делать вот так вот эта петля у нас будет лицевая гладь ромба мы ее провязываем в изнаночном ряду изнаночной сейчас переодену вперед нее маркер чтобы между маркерами у нас был четко обозначен ромб так изнаночная вот та петля которую мы провязывали 2 вместе мы снова снимаю маркер она последняя в нашем ромбе и я ее и следующую из вот этой резинки провязываю 2 вместе то есть с этой стороны мы передвигаем просто лицевую гладь а с этой мы убавляем передвигаем с помощью того что мы убавляем по одной петелечки отсюда сейчас я провяжу до конца ряда и до маркера следующий лицевой ряд еще раз вам покажу видите здесь петли у нас раздвигаются вот наш ромб будет вырисовываться между этими маркерами так снова я в лицевом ряду лицевой ряд определяем вот здесь вот по изнаночной глади довязывая до маркера одна петля у меня здесь остается и и переодену чтобы снять маркер вот маркер переодену сюда вот не люблю я с ними вязать так теперь вот он ром наши вот эта петелечка которая передвигается и сокращает эти петли отсюда с этой косы и снова ее меняем в изнаночном ряду мы их не меняем местами в лицевом месте следующие петли вяжем лицевыми снимаю провязывая лицевой следующую петлю надеваем маркер далее вяжу по узору в каждом ряду у нас этот ромбик увеличивается на одну петлю отсюда здесь он не увеличивается здесь вот только идет вот так вот наискость и будут сокращаться вот эти вот петли а здесь просто петли будут сокращаться с этой стороны за счет того что по одной петелечки мы будем связывать в ромб в лицевую гладь вот так мы продолжаем далее я вам покажу в процессе то есть в лицевом ряду мы здесь закрываем здесь подвигаем в изнаночном ряду сначала мы подвигаем на одну петлю а здесь уже закрываем вот эту последнюю и первую с этого основного связания резинкой вот и так двигаемся выше и выше пока у нас здесь вот не останется петель очки и здесь не останется петель вот хочу показать вам как она раздвигается теперь уже вязать намного легче вот в лицевом ряду так это выглядит видите эта петля уходит сюда там где мы 2 по 2 вместе делаем и убирает эту часть здесь мы просто передвигаем и убираем эту часть еще раз покажу на том где более видно напомню это лицевой ряд поэтому правую сторону мы делаем 2 вместе левую мы передвигаем так детей неправильно обозначила вот она все время вот эта петля у нас ведущая стараемся этот ромб вязать плотненько одну петлю отсюда ставим маркер и далее основным вязанием вот и пока он чуть-чуть деформирован потом она уже восстановится вот уголочек нас и будет он раздвигаться вот так вот пока не сойдет на нет так мои хорошие вот смотрите вот так вот сейчас выглядит это половина ромба дошла я до концов то есть все вот эти петелечки у меня ушли в этот ромб вернее вот эти сократились эти ушли в ромб теперь здесь мы сокращали с правой стороны с левой мы просто меняли вязку по одной петле добавляем ли в лицевую гладь теперь хороший теперь мы будем делать наоборот теперь мы вяжем вот сейчас вот она просто лицевая в на изнаночной ряду она будет изнаночная снятая с накидом теперь мы делать нам наоборот по одной петле мы будем передвигать сюда и в лицевом и изнаночном ряду из них будем вывязывать резинку а вот эту часть ромба провязываем конечно же лицевыми кстати ромб у нас двадцать одна петля получился по итогу ну и естественно бы естественно и цепление довязываем до конца ромба и теперь мы будем вывязывать петли из предыдущей скрещенной вот видите вот это не . где была предыдущая петля я ее одеваю вот так вот перекрещиваю и провязываю лицевой между до конца ряда сейчас я покажу изнаночном ряду как вот теперь она в изнаночном ряду у нас будет изнаночная снятая с накидом вот наш ромб начинается хотя если вам удобнее то давайте вот на начало ромба маркер вот отсюда опять с предыдущей из протяжки я вывязываю лицевую и ромб вяжу ровно без изменений здесь снимаю маркер эту петлю добавляю в то вязание английской резинкой здесь у нас изнаночная значит вот это у нас будет лицевая изнаночная снята с накидом так смотрим видите здесь значит уже две петли у нас в основном вязание в котором будет вот такая вот английская резинка петли убавляется за счет вот этих период перебросов здесь они были на этой стороне здесь они будут на этой стороне а здесь мы добавляем в каждом ряду из протяжки по одной петли из этих добавленных петель вывязываем вот она кстати как выглядит видите вот эти из протяжек петельки из них мы вы должны вырезать вот это все дело а эти у нас переходят сайта с этого ромба по одной петле в каждом ряду мы делаем опять же вот эту часть из английской резинки ну и вяжем до того момента когда у нас ромб ромб не сойдет на нет вот полностью он у нас не ликвидируется что у меня уже финальная часть сейчас я дарю вам покажу нам останется просто связать те 20 рядов просто английской резинкой осталось у меня последние две петли вот в эту я перевожу снимаю провязываю лицевой изнаночную но все изнаночная совмещаем этот узор и вяжем далее английская резинка сейчас она конечно видно плохо но когда уже здесь провяжется сейчас немножко его перекосило но когда он как бы вязание встанет на место понятное дело что детальку мы свяжем разложим вот так вот будет выглядеть этот ромб сейчас я провяжу 20 рядов английской резинкой все у нас тут совместилось совпало и покажу вам уже немножечко установится как бы этот узорчик более будет выразительный я вам покажу вот в принципе весь узор по сути он несложный просто нужно разобраться и вот он девчонки мой узорчик ну понятное дело что это еще тоже не не полностью закончено все дело смотрится он очень красиво потому что еще же еще мы намочим еще мы высушим в общем и тем не менее это и тем более это не готовая деталь вот вот эти краешки как бы на готовой деталь на готовой детальки мы должны высушить разложить и тогда вообще у нас будет красивый смотрится безумно красиво вот ну конечно пока видите он такой деформированный немножко соответственно ему нужно придавать форму любом случае стиркой дополнительной обработкой так а с вами была вика и школа рукоделия всем пока пока ждите свитерок